Британская кошка родила троих котят, но на одного шипела и кидалась. Хозяйка поняла, в чем дело, когда заглянула в рот малышу. Британская кошечка родила котят в четвертый раз, но сразу начала вести себя странно. Она кормила двух малышей, а на третьего шипела и кидалась, выпихивала его с подстилки. Этой историей на популярном форуме поделилась пользовательница Екатерина Семенова. Она рассказала о странной ситуации, с которой она столкнулась во время последних родов своей кошки Мисси и попросила совета, однако помог ей только визит к ветеринару. Екатерина занимается разведением британских котят. У нее две кошки, Мисси и Берта. И вот в очередной раз Мисси готовилась стать мамой, все шло как обычно. Беременность протекала нормально. Через 60 дней у кошечки начались роды, а женщина приготовилась принимать малышей. Однако сразу после родов кошка начала вести себя странно. Мисси улеглась на подстилку вместе с котятами, но двух котят она кормила как обычно, а третьего ни в какую не хотела принимать. Она шипела сразу, как только видела его. И один раз даже куснула, когда хозяйка попыталась подложить его к маме. Екатерина решила понаблюдать и выяснить причину такого поведения кошки. Пока Мисси спала, она подложила котенка к маме и стала смотреть. Он начал пить молоко, но вдруг оно полилось у него из носика и рта. Крошка закашлялся, и Мисси проснулась и вновь зашипела на него. Женщина оглядела крошку и поняла, что он меньше остальных котят и выглядит не совсем здоровым. Она аккуратно открыла ему пасть и ужаснулась. Вместо неба у него была трещина. Котя тут же отправилась с ним к ветеринару и уже на приеме узнала, что у котенка волчья пасть. Это врожденный дефект, и малышу нужна будет операция и специальный уход. Рентген делали в начале беременности кошки? Ну вот, это одна из причин такого отклонения у малышей. Сложно вам с ним будет? Лучше усыпить. Вынес свой вердикт ветеринар. Екатерина посовещалась с мужем и решила, что она попытается выходить крошку. Они нашли другого специалиста, который расписал им диету, уход и график кормления. Совсем скоро котенок подрастет и будет готов к операции.